Субтитры создавал DimaTorzok Руководитель танцевального ансамбля «Сувенир» Мария Александровна Тышевская Заслуженный работник культуры Московской области Ну, хотим поприветствовать телезрителей и поблагодарить за приглашение И за такой интерес к нашей творческой жизни И для нас это, конечно, событие Давайте как раз начнем нашу встречу с рассказа о последних событиях Потому что «Сувенир» вновь взял гран-при И нам интересно узнать нашим зрителям, где это было и как это было Ну, год начался очень активно в нашем ансамбле И действительно было сразу несколько конкурсов И где-то мы были лауреатами первой степени И получали приз жюри Где-то гран-при Но вот особенно запомнилась поездка в Сочи Конкурс назывался «Сочинский триумф» Ну, вот такой триумф небольшой у нас получился Да, мы получили самую большую награду И, конечно, очень много впечатлений От поездки у нас остались хорошие впечатления Мы стали дважды лауреатами первой степени И обладателями главного приза гран-при Что запомнилось больше всего? Ну, конечно, как мы выступали Потому что все очень волновались И очень много трудились Ради этого всего, ради концерта Но в итоге мы хорошо выступили Мы смогли собраться и выступить хорошо А жюри, в свою очередь, оценил нас по достоинству Да, очень такое было Были члены жюри Которые, ну, мнение которых было очень приятно слышать Потому что, ну, это такие заслуженные люди И то, что мы услышали добрые слова Конечно, это очень приятно Очень приятно Ребята много работали И, ну, заслужили Экскурсии очень запомнились Мы ездили на Красную Поляну Там было очень красиво Фотографии красивые привезли, да? Да Фотографии... Вообще в это время мы первый раз в Сочи И город такой прям, вот, контрастов Когда в одно и то же время и цветы цветут И снег, и все вместе Конечно, такие необычные были впечатления Мария Александровна, а каким был для вашего коллектива Вот ушедший год, 2018 Большой коллектив, пять групп Пять возрастов разных Это, по сути, пять коллективов Которые вот так вот все вместе И у каждого коллектива свой репертуар Своя творческая жизнь Но есть такие вот, такие масштабные какие-то проекты В которых мы участвуем все Каждая группа, она живет своей творческой жизнью И, ну, наша задача руководителей Сделать так, чтобы эта жизнь была интересной И если говорить о прошлом годе То он был очень насыщенный Мы буквально с января месяца уже начали выезжать на конкурсы Там были и рождественские звезды В Москве мы там встречались с коллективом из Шри-Ланка Были конкурсы армянского танца Где для нас тоже было неожиданно Потому что у нас в репертуаре всего один армянский танец Который очень высоко был оценен на конкурсе армянского танца Но самое главное в 2018 году Это было подтверждение звания народный коллектив Вот он, это состоялось в феврале Это для нас самый большой экзамен Когда приезжает экспертная комиссия Которая нас оценивает Мы понимаем, что планка высокая Нужно ей соответствовать Я думаю, что, может быть, ребята что-то вспомнят Вот по вот этому нашему концерту отчетному Что вам запомнилось? Конечно же, какой бы опыт ни был за плечами Любой артист постоянно волнуется перед каждым выходом на сцену И здесь мы уже волновались не только потому, что нас оценивали наши зрители Сидели в зале опытные жюри Надо было показать свой профессионализм Надо показать просто высокий уровень И мы безумно волновались Но все, как всегда, удалось Все хорошо прошло И мы доказали то, что мы народный ансамбль Я могу рассказать, поделиться эмоциями, наверное, которые творились у нас за кулисами Это очень интересно В зале, где мы переодевались Все ребята, у всех горели глаза Все понимали, каких трудов нам стоила вообще подготовка к этому концерту Семь потов, это точно Это у всех семь потов Потом программа очень насыщенная Очень быстро надо переодеваться И, конечно, вот этот адреналин Который вот К этому не привыкнуть К этому не привыкнуть Артисты все, правильно Василиса сказала Артисты все очень волнуются Но какой бы опыт ни был Все равно это вот определенный настрой Год был насыщенный творчески Я уже говорила, в каждой группе были выезды Это и Волгоград, и Воронеж, и Великий Устюг Везде гран-при Это со старшими мы вообще в экзотическую страну попали Марокко Это вообще для нас неизведанная страна И мы первый раз там были И очень хорошо выступили Мы были в городе Агадир Есть такой город в Марокко Он такой не очень раскрученный туристически Но на океане находится И, конечно, наши красивые девочки И наши стройные мальчики Но особенно девочки Конечно, это была такая экзотика Мы когда шли по набережной За нами весь город шел Тоже можно посмотреть Вы на них танцевали? Да, мы танцевали Мы делали всевозможные поддержки Вращения Конечно, там батлы были Когда марокканцы с нашими Кто кого И вся эта публика с барабанами там заводила Все это тоже есть на сайте И, конечно, такие впечатления не забудутся А летом у нас была поездка большая В Болгарию Где подростки и старшие выступали Вот это наша такая любимая страна Мы очень любим там и отдыхать И выступать И призы получать И танцы учить Все В общем, и мастер-классы там происходят В общем, такой сразу И учеба, и отдых Очень много поездок Очень много впечатлений И ребята сейчас еще будут с нами делиться ими На сегодняшний день Сколько уже лет коллективу? 37 37 Да Да, замечательный возраст Когда действительно уже Такие опытные многие, да, ребята у вас Кстати, сколько лет старшему Самому старшему участнику? Можно сказать с гордостью Мне кажется, это ваша гордость Потому что, в общем, я очень преклоняюсь Перед этими танцорами Которые настолько любят сцену Что, ну, я знаю, что вот пока они смогут И, ну, как-то мы стараемся все поддерживать И вообще учиться у них И молодежь учится И присматривается Сколько у нас у Оли лет? 45? 45, да? 45 лет 45 лет Из них она практически Ну, большую часть, да? Да, да Она, она Ну, 40 лет она танцует Она 40 лет танцует Она уже танцевала Вот, когда еще не было сувенира И потом из другой группы Она пришла к нам И вот так вот прикипела, конечно Ну, и старшая группа И есть много участников Вот такого очень мудрого Такого возраста Которые помогают и младшему И в то же время И имеют очень хорошую форму Мы знаем многих участников Вашего коллектива Которые до сих пор уже, да? Несмотря на то, что и работу другую Может быть, выбрали для себя Но продолжают танцевать И радовать зрителя Что самое главное Их знаешь Их любишь Смотришь на них И это тоже визитная карточка сувенира Ваши ребята, которые много лет с вами А сколько самому младшему участнику? Потому что иногда, когда выйдут ваши цыплятки Самое просто Умиление и все И ты в улыбке смотришь на них И все забываешь Ну, может быть, где-то 3-8 Самому младшему участнику Ну, то есть это прям совсем Да Но детки у нас начинают с 4 лет Но Такие вот ребята бывают Росленькие И уже такие крепенькие Которые могут и пораньше начать Я хочу рассказать о поездке в Болгарию С утра мы ели После отдыхали немного в отеле И шли на море С моря мы возвращались на обед И если мы выступали вечером в том же месте, где наш отель То после обеда мы шли опять на море Возвращались и уже готовили костюмы Разогревались и танцевали Поездка получилась очень насыщенной И очень яркой Проходили мастер-классы Которые позволили нам сблизиться с болгарской культурой Познакомиться с многими профессиональными танцорами Из других стран Также Проходили каждый день выступления Которые Оценивали жюри И проходил конкурс Мисс и мистер фестиваля В которой пара Оли Нашей Самой старшей Участницей коллектива Заняла первое место Победила в этом конкурсе Мария Александровна, ну вот вы так много рассказываете о поездках Кажется у вас бесчисленное количество танцев народов мира в вашей копилке Это так? Ну точное количество никто не считал Я так думаю, что да, может быть к 50 танцам Но вообще надо вот как-то заняться, ребят, да И нам с вами посчитать сколько это Потому что бывает так, что, например, к Украине мы много раз обращались Там к Белоруссии Что-то вот там только чуть-чуть как-то так пытались Ну мы, конечно, основа репертуара – это русский танец Но мы ансамбль народного танца И мы об этом помним И нам интересна хореография других стран И других народов И я вот уже сказала о том, что коллектив очень любит выступать сообща Это нужно наблюдать за ними, когда взрослые опекают деток А дети вот такими глазами смотрят, потому что это их кумиры Вот эта преемственность, конечно, вот именно на таких мероприятиях очень видна Ну вот пусть ребята расскажут, Мария Александровна, и вы, наверное, скажите несколько слов От чего приходится все-таки отказываться во имя танца? Ну я думаю, что приходится отказываться от многого В общем И могу сказать еще один Ну раскрыть, может быть Но это не секрет У нас приходят сувенировцы в коллектив И пишут Родители подписывают правила И в этих правилах написано, что Совмещать занятия, сувениры с какими-то еще Не то чтобы не разрешаются, но нежелательно Потому что нагрузка достаточно высока Планку никто опускать не желает Они сами не хотят Они хотят выйти на сцену и быть красивыми А для того, чтобы это было, нужно двигаться Нужно много работать Надо быть трудягами И поэтому, конечно, приходится Я так думаю, от многого отказываться Но если это любить То в результате окажется Ни от чего не отказываешься А вот именно живешь тем Что тебе по душе Мне кажется, в сувенире ты больше приобретаешь Отказываться В любом деле приходится от каких-то альтернатив отказываться Но здесь ты учишься организовывать свое время так Чтобы везде успеть Чтобы, допустим, если ты пропустил где-то по учебе Если ты ученик Сейчас уже там я работаю Пропустил где-то в работе Ты стараешься это наверстать И у тебя это получается Потому что ты этому научился Потому что ты научился правильно распределять время Правильно распределять свои силы Свои задачи И все успеваешь Очень много раз я слышал Такое-то, что Многие по-доброму завидуют Тому, какая атмосфера у нас в коллективе Какие традиции у нас в коллективе Как мы друг с другом общаемся Как младшие со старшими общаются Как старшие с младшими Как мы проводим свободное время Какая вообще любовь к друг другу есть Доверие к друг другу И это сохраняется на долгие-долгие годы И потом каждый из сувениров готов друг к другу во всем, в чем угодно помочь Это, наверное, самое ценное, что может быть Потому что многие же могут подумать Как? Ну, просто танцуют А на самом деле это далеко не... Нет, это целая жизнь Да, нам приходится отказываться от многого Мы теряем много свободного времени Иногда мы не успеваем делать домашнее задание Мы не можем, как все наши сверстники Просто пойти погулять Потому что мы постоянно на репетициях Но мы гордимся этим Мы гордимся тем, что мы артисты И я думаю, что никто из нас не готов от этого отказаться А сколько лет вы уже в коллективе? Я 10 лет занимаюсь в коллективе Ну, это большой срок А вам сейчас сколько? Мне 15 Ну, это замечательно, конечно И вы уже можете тоже сказать, что Вся ваша, скажем так, осмысленная жизнь Прошла в стенах Дворца культуры И в этом коллективе Недавно мы ездили на конкурс в Москву И мы возили новый танец Но он танцевал со старшей группы нашего ансамбля А потом мы его переделали на нас, подростков Это было достаточно сложно Потому что был короткий период времени И мы переделали его достаточно быстро И мы очень старались Мы очень много сил на это потратили Но когда мы съездили Результат оправдал наши ожидания, так скажем И мы получили заслуженную награду Мы заняли гран-при на конкурсе У меня была очень интересная история Я занимался в ансамбле 3 года И на протяжении этих трех лет Было тяжело Было очень много занятости Мало свободного времени И мне это стало очень сложно И я ушел Я не занимался полгода За этот период Я занимался в другом месте Другой направленности Но я понял, что мне не хватает ансамбля Мне не хватает ребят Мне было очень одиноко И я вернулся в ансамбль Я очень рад, что Марсианна позволила мне это сделать И с тех пор я занимаюсь Ну вот уже год прошел, как я вернулся Сейчас мне уже не сложно И мне не нужно свободное время Потому что это как раз как-то является моим свободным временем Нам было сложно Потому что каждый танцор Это настолько, ну как сказать Отдельная единица Вот в этом процессе Поэтому заменить вот так просто Тем более мальчика Это очень сложно Это большая нагрузка на всех Я рада, что Богдан вернулся Потому что он очень хорош на сцене Приходя в сувенир, я считаю Приобретаешь семью некую Кто-то приобретает друзей Кто-то приобретает даже любовь Вот Лично я уже занимаюсь более 10 лет Приходя в сувенир, правда, приобретаешь семью Марсианна, а вы же там действительно Вот это хорошо, что затронули тему, да? И пара получается? Да А детей много у сувениров? Ну не много, может быть, но вообще Скажем так Ну много, но есть Я сейчас даже не могу сейчас подсчитать Вот и пара есть И был как-то один период У нас вообще прям какой-то такой урожайный был Когда все так переживились И все замечательно Все живут И детей воспитывают И дети танцуют в сувенире уже Другое поколение Вот Да Но, знаете, такая деятельность Ведь ребята с прекрасным соединяются Ну, как бы встречаются И Мальчики-то у нас необыкновенные Но у нас и девочки необыкновенные Просто все красавицы Но мальчишки-то какие становятся Они же знают, как к девочке подойти Они всю жизнь девочку за руку держат Они знают, как Если другие шарахаются А тут-то они вот шести лет Они уже знают И девочки уже знают Что это такое крепкая рука И сильное плечо Сейчас нет с нами, да На встрече Марисанны младшей Вот Но я не могу Они не спросить Вот У них же тоже Все там активно движется Постоянно что-то создается И Вот эти вот малыши Которых, да Она пестует Ну, вы, конечно, ей помогаете Но все-таки Ей, да Эта вот отведена Вот Очень хочется, чтобы Они сказали несколько слов Сейчас Ну, это Я Я недовольна, конечно Что Марисанны здесь нет Не получилось Не получилось, да Но это Это помощник Это, я не знаю И правая, и левая рука И Очень много делает И человек творческий И активный И очень много психологически Помогает Потому что, конечно Вот Семья и в семье Всякое бывает, да И так как мы очень много Общаемся Варимся Вот Поэтому Это Я могу гордиться педагогами Да И Вячеслав Андреевич Который Тоже из сувенира И работает с мальчиками Очень много Работает И Мальчишки Очень любят занятия Сложные занятия Некоторые Отлынивают Бывает такое Вот Вот Но В общем Очень любят И очень ждут Этих занятий Поэтому Мальсанна Молодец Я горжусь Как вы решаете Куда поехать Вот в ту или иную поездку На тот или иную фестиваль Вы знаете Наши планы Они В общем Очень сильно Зависит от Материальной возможности Родителей Прямо вот Напрямую И наверное Мы планировали бы больше Если бы Была возможность Я конечно мечтаю Есть коллективы Где есть Постоянные спонсоры Постоянные Которые вот Выезжают У нас Сувениры К сожалению Нет Этого Вот И конечно Немножко Вот это Огорчает Вообще Ситуацию Потому что Вот Такой коллектив Как наш Он в общем-то Очень Такую Высокую Миссию Несет По сути Потому что Мы Коллектив Который Знакомит Другие страны С Своей культурой Со своим искусством Своими истоками И я очень благодарна Родителям Что в наш Такой вот Современный век С современными ритмами Все-таки Ведь это же надо родителям Первым Привести Да Вот такого Маленького кроху Вот Они приводят Именно в коллектив Который занимается Народным танцем Который занимается Вот именно Пропагандой Русской культуры И И потом Они в эту миссию Включаются Потому что По сути Родители Тоже вот эту миссию Посредством своих детей Они ее тоже выполняют Быть сувенировцем Это значит Быть Каким? Конечно Это ребята особые И мы им всегда говорим Что вы отличаетесь От Мальчиков и девочек Потому что Ну Раз вы выходите На сцену То вы Что-то умеете Такое Чего не могут Да Поэтому Соответствуйте Вот Надо быть Красивыми Поэтому Я так думаю Что Очень многим Должны обладать Сувенировцы Танцоры Это выдержка И Решимость Заниматься И не отступать Потому что В какие-то моменты Бывает очень сложно И Если Ты не имеешь Такого стремления То Ты просто Не выдержишь И бросишь Все Кроме Тудали Да что еще Нужно? Какие еще Качества? Ответственность Ответственность За то Что ты Выходишь на сцену Ты выступаешь Не один А ты выступаешь С коллективом И Как бы Ты не должен Подвести И ты должен Соответствовать Рамкам Этого коллектива И Высокому Профессионализму Для того Чтобы заниматься В коллективе Опять же Таки Нужна выдержка Потому что Это Трудно Трудно Все Совмещать И Хорошо И заниматься И учиться Хорошо Получается Ездить Поездки Пока Да Артист Он должен быть Артистом Там То есть Все равно Где на какой сцене В какой стране Я в своей Или в другой То есть Ответственность На тебя Ложится Вообще Везде Участие В мероприятиях Дворца культуры Это наш Главный Главная Как бы Концертная площадка Нашего Коллектива И Редко Когда Мероприятия Проходят Без нашего Участия И Мы готовимся Вообще Ребята Любят выступать Если проследить Историю Сувенира Там От старших И вот Когда они Занимались Занимались Мне кажется Не найти Каких-то Вот Непутевых Людей То есть Ну Я по крайней мере Не знаю Ни одного Человека У которого Что-то там В жизни Как-то Не сложилось То есть Каждый Достаточно Успешный Ну У всех Разные Критерии Успеха Но Каждый Человек Сейчас Можно сказать То что У него Жизнь Сложилась Мне кажется У нас В коллективе Достаточно Высокий Нравственный Уровень У ребят Воспитание Тоже Отличается Подводя Итог Нашей встречи Мне кажется С вами Можно разговаривать Бесконечно Потому что Так интересно Узнавать Вот эти все Тонкости Вашего Дела Которым Вы живете И все-таки Сувенир Идет Вперед Удивляет Радует Вдохновляет Очень многих И Что можете сказать Мария Александровна Вот В завершении Нашей встречи Пользуясь случаем Могу пригласить Сувенир Новых танцоров С удовольствием Приглашаем Могу сказать Что Все Необходимые Данные Развиваются От Трудолюбия Поэтому Милости Просим Очень любим Мы мальчиков Но Просто У нас В каждой Группе Мальчики Но нам Все равно Их мало Мы хотим Чтобы у нас У каждой Девочки Был партнер И девочек Все-таки Больше И поэтому Если у нас Будет Мальчиков Много Мы будем Очень счастливые Если Есть Такое желание Милости Просим Будем Рады Видеть Вас Замечательное Завершение Встречи Потому что Действительно Многие не знают Как попасть Сувениру На самом деле Все так просто Мария Александровна Пригласила Приходите Будем смотреть Да И учиться Самое главное А мы Благодарим Вас За такую Теплую Встречу Очень рады Что Вы Поучаствовали В нашем Творческом Проекте Вместе А сегодня Вместе С замечательным Коллективом Ассамблем Народного Танца Сувенир Мы общались Говорили Смотрели Фотографии Видео Фрагменты И надеемся Что до новых встреч В эфире Спасибо большое Спасибо Нам очень понравилось До новых встреч До свидания Субтитры